Так, ребят, всех приветствую, с вами Император Прайм И сегодня одна из таких бомбовых тем, о которых я бы хотел поговорить, потому что время как бы, типа, настало Вот, что-то рассказать, интересно, и, если честно, я в шоке, что вообще за последнее время я могу вам предоставить какую-то, ну, вообще, тему, о которой вот реально можно поговорить И что-то, что-то хорошее, скажем так Вот, поэтому к чему я веду, ребят Я веду все к тому, что, так, на своем канале, не на своем канале Ребят, в общем, ответы разработчиков Увидел одно из этих интересных видео от Дениса Крюкова, который рассказал о всяких интересных фишках, что там будет, как Приблизительно кто-то видит, кто-то не видел, но, опять же, короче, есть еще какая-то разная другая дополнительная информация Которая несказанная была Но, тем не менее, ребят, хочу отметить в плане того, что здесь в ответах разработчиков Кстати, довольно неплохо Первый раз в жизни, вот, честно, прям Мэйл Руна, она сказала о каких-то таких вот именно проблемах, которые конкретно есть Конкретно есть, и их надо решать И, как я вам говорил, то, что я, блин, там, рассказывал, там, много всяких, там, интересных, там, видосов Нытьем, не нытьем это считалось, в плане того, что не хватает, там, бронирования с FPS, полная жесть У меня прямо такими буквами огромными через капслок было написано название стримов Где FPS, где новый движок, где вот эта вся хрень И сегодня у меня есть энное количество ответов на вот эту всю канитель Итак, ребят, с чего начать, блин, честно, хрен знает, не знаю, с чего начать Ну, давайте начнем с системы бронирования Так как эта тема очень такая важна, поэтому кто-то, может, уже видел, кто-то не видел Я себе тут скинул пару скринов, короче Поэтому будут вводить, ребят, вот такую вот тему Чёртово горло, что там это першит, не пойму Вот, в общем, вот такая вот у нас система бронирования Что, в принципе, можно определить Я вам скажу, что поняли в Mail.ru, что с NLD проблема есть Вот, опять же, в плане бронирования будут испытывать в основном челленджеры Сразу скажу, это челики будут И как-то разнообразить именно зоны пробития То есть, если вы можете наблюдать, да Внизу вот такая вот полоска Здесь пробитие То есть, может, плохо видно, конечно, на скрине Но, тем не менее, 190, 240 мм, 330 бронирования 500 Вот, тут вообще 960 Охренеть можно Кошмар Бронепробитие у Арматы 930, по-моему У 152-х миллиметровой 950 Нормально, короче, вот меркала такая бронированная будет Тоже И, как мы можем наблюдать У нас вот такие вот зеленые зоны Это, в основном, зеленые зоны Там, где, видите, какая броня То есть, слабая Это, как пример То есть, скорее всего Как я говорил, что бронирование будет такое вот Немного измененное То есть, если брать то, что я говорил Бронирование с 1 по 10 уровень В данный момент оно вообще никакое Честно Просто хренота Просто хренота Хренотень Все везде Одинаковое бронирование Везде все в НЛД Каток Борта Все вот так вот шьются Танки ни боком Ни раком Ничем не стать Потому что тебя везде пробивают Везде шьют Просто вообще ничего нету у вас Ни хрена Но при этом Если будут изменять, конечно, бронирование Мы можем рассмотреть вот сбоку Меркалку там туда-сюда Там приведеночку Все вот эти моменты То имеет смысл Вводить такую тему Чтобы Потому что она немного будет другая На начальном этапе Может даже все скилловы будут париться Там и непонятно Куда там Будут шить Прошивать танк Ну, в принципе Все быстро пристреляются Поймут И как бы туда-сюда Поэтому Не знаю Какая-то штука Полезная, не полезная Ну, для новичков Наверное, полезная Старые, я думаю И так Пристреляются Пару каток Короче И уже поймут Куда там шить И все остальное Но, тем не менее Такая штука будет Вот То, что вы сейчас видите на экране Это она так Ну, ни о чем То есть оно будет Намного красивее Все там сделано С ДЗ Вот, к примеру Как вот здесь На вот этом скрине Вы видите Т-72А Видите Здесь без ДЗ Здесь с ДЗ Вот внизу Видите Короче Можно Ставить галочки Ну, то есть В принципе Понятно Что под кумулятив Ага Это сюда кумулятив Не прошьешь Туда-сюда Ну, скажем так Для новичков Будет полезно Вот в таком вот плане Дальше, ребят Что касается Нового движка Давайте о новом движке Новый движок Короче Переходить не будут Не будут переходить Потому что Типа Это как бы Новую игру Типа Надо прям создавать На новом движке Все с нуля Все с нуля И Скажем так Типа Как я и говорил Что когда ездили еще Мои партнеры С группы Бразерфуд В Москву Сказали такую возможность Что Мы можем Накручивать Из CryEngine А3 Мы можем Выжимать Из него Графон Но опять же Графон не выжимается Потому что Нету ни хрена Оптимизона И тут такая вот Конитель Графон Оптимизон Что? Добавишь графон Хрен будет Оптимизон Которого В принципе И так нет Поэтому Переход на новый движок Очень важен был бы Но его не будет Но При этом Слова Дениса Крюкова Повторяю Сказал Что Пример До конца года Планируют Ну вообще Оптимизация Будет И поэтому Представляете За сколько Я не знаю Больше года Прошло Никакого Слова Оптимизация Вы сами знаете Не было в игре Вообще Слово Оптимизация Вообще Теперь оно Появилось Я прям В шоке Ну Скажем так Я опять же Скажу что Опять же Доля Вот этой Всякой фигни Потому что Я единственный Который Больше всего Там ноет И переживает В этой фигне Потому что Ну хочется Поиграть Но невозможно Стримить тяжело Вроде и карты Все знают Какая у меня 1060 Там 6 гиговая 16 гиговая Оператива Там i5 Ну то есть Все равно Пускай не i7 Но и не i3 То есть Я все равно Мне вот Ну тяжело Сами все знаете А Также задавались Вопросы О столкаче И все Все это Подтвердилось Все это Подтвердилось Что короче Оптимизация Хреновая Что там Дофига Всякой фигни Поэтому Пытаются Улучшить И в столкновении Которая жестко Проседает То есть Это вообще Капец Стримить Столкач Я вообще Не могу Там надо Прям вообще Прям по максимуму Иметь железо Топовое И все остальное Продать квартиру Машину Короче Жену В рабство И нахрен Потом я думаю Может быть Еще Может быть На эти деньги Может быть Даже Может быть Не будет Проседать А может быть И будет Хрен его знает Ну в общем Вот такая тема Поэтому Опять же Подтвердилось Что дело Не в ваших Компьютерах Не в вашем Железе Ну конечно Если это не Кор 2 Дуо Старого И у вас 512 мегабайт Видеокарта Ну извините Охренеть Что я могу сказать Никакой Оптимизации Не может быть И речи Поэтому Вот такая Тема Что Делают Оптимизацию В Столкаче Делают Там В ПВП Во всех Остальных Режимах Все остальное Дальше Ребят Что перейдем Опять же Важная тема Для Альянса Как я и говорил Почему у меня Альянс Тоже рассыпался Потому что Ну нету смысла Что ты в топ 1 Там кто там Я даже не знаю Не свяжу вообще Без понятия Там помню Последний раз На Мизике Били Или панды Или ты в пандах Или ты У этих У херандах Короче Где-то там На 700 месте Да Насколько я помню Последнее там 700 место Без разницы Короче Вообще Потому что Для Альянсов Нету ничего Просто ничего Понимаете Погонять Ни с кем Даже если 100 человек В Альянсе Толку никакого Ты пришел вечером Зашел Максимум Двоих Из 100 человек Взял Во взвод И втроем Катаетесь Как три дебила Короче Покатались Постреляли Там пив пив И пошли спать Одно слово Альянс Короче Вот Поэтому В этом году Вводят Блин С этими Кризисами Короче Я еще говорю Это месячный кризис Там еще какой-то Кризис Мать твою Так Поэтому Что у нас По штабам Ребят Появится штаб Не тот Короче Штаб Который Там Была Была у нас База Все помните Базу Да Еще прокачивали Мы ее Тоже выкачал Потом говорили Ее вернут Ни хрена Это не база Это совсем Другая Канетель Здесь будут Задания Боевые задания Как для ПВП Так и для ПВЕ В общем Для Ракованов Для ПВЕ Кто инвалиды 45% И Блин Для ПВПшников Ребят Будут В зависимости Они от сложности Опять же Будет сложность Там убить Там Я не знаю 10 танков Короче Что-то из сверх Естественной Фантастики Написанной Стивеном Спилбергом В общем Какие-то там Межгалактические Нахрен Задания Которые Я надеюсь Учитывая Что я слышал Там по 10 танков В одном бою Завалить Когда их всего 15 Хрен его знает Как это вы сделаете Ну ладно Кусадроты Я думаю Сделают Стопудово Вот Что же дальше Вот такие вот Будут разные Моменты Это Кавказский конфликт Короче Вот такая тема Кавказский конфликт Короче Что тут скажешь Помимо этого Опять же Ребят Все Связано С тем Также Помимо В штабе Еще и будет У нас Для альянсов Что К чему я веду Что будут Битвы альянсов Там туда-сюда Как они Это будут реализованы Еще непонятно Еще конкретной Информации нет Но опять же Здесь будут Всякие боевые задания ПВП И так же Для бои Альянса То есть Альянсы Начнут оживать И начнут воевать Вот Если они Еще и за это Голду будут Получать Как-то там За какие-то там Выигранные битвы Там Или какая-то Фигня То есть Вообще Кайф Ну скорее всего Навряд ли Мне кажется Скорее всего Будут поощрять Как-то там Баблом Опытом Ну какой-то Такой Как каникель Да Такой непонятный А здесь Вы видите Конечно Такое вот Прикольное Такое меню Такое Видите Столкновение Прям написано Ёлки-палки Кнопочка В бой Право Столкновение Вот Выбор Режимчика Ну как-то Уже преобразовывается Да Старье Вот это Старье Все уходит И довольно так Ну блин Неплохо Неплохо Хотя я говорю Что Есть всякие возможности Знаете Что В плане Визуализации Вообще сделать Типа там Что-то Нажимаешь Оно там Ву-ву Там Трансформируется Все-таки вообще Сейчас пошли все сериалы Там Этот Как его Реклама Типа Реклама На канале реклама Видоизмененный углерод Короче Все в стиле панка Вот это Киберпанк Прям вообще Бурлит Прям вообще Жесть Нанотехнологии Вся вот эта хрень Поэтому прям Классно что-то ввести Такое О Кстати Точно Знаете Что я вспоминаю При вот этих Нано-ведениях Канал Юши С World of Tanks И там У него заставка Все вначале Так там Ву-ву Трансформируются Трансформеры Какие-то Хрен поймешь Там Железо Там Прикольно сделано Вот Такие Чтобы менюхи Появлялась Ну да ладно Это моя фантазия Мать твою Так Стивенский выбор В отсосе Все понятно Буду писать Киносценарий Вот Вот Поэтому Штаб Для Альянсов Что-то Будет Что-то Будет Уже Хорошо Уже Будут Воевать Уже Есть Набирать Хорошую Команду Чтобы Там Воевать Вот Поэтому В плане Оптимизации Это Уже Хорошо Фу Ёлки-палки Ну все-таки Не зря Я скажу Снимал Всякие Видосы Такие Которые Дошли Дошли Опять же До Дениса Крюкова Потому что Он комьюнити-менеджер Вот Также Огромное спасибо Сразу скажу Команде Бразерхуд Группе Точнее Которая Ездила Москву Которая Там Все равно Общается Которая Передает Все мои Вопросы Пожелания И Всякую Такую Конитель Молодцы И что Это Влияет На Вот Это Что происходит Понимаете Да Это Это Очень Круто Потому что Действительно Я рассказываю То О чем Я говорил И теперь Я вот Смотрю И вижу Вижу Просто Видос Дениса Крюкова Вот На То что он Рассказывает И Ну Офигеть И он Рассказывает О тех проблемах О которых В принципе Я говорил Ну вы думаете Это все Да хрен Там Как раз Помимо того Оптимизации Изменения Там Бронирования Не всех танков Опять же Про чилики Слышал Что там Будет А что Там Дальше Будем Смотреть Оптимизация Это очень Хорошо Изменение Этого Дальше Ребят Следующая Конитель Это В плане Графики То есть Будут Повышать Как-то График Так Как Этот Движок Возможно Чтобы Повысить Но Опять же Будем Смотреть Если Повысят Графон Какой Будет Оптимизован Они Вот Это Противоречит Не Могут Это Повысить Потому Что Это Упадет И Как-то Надо Вот Этот Гребаный Баланс Но Тем Не Менее Я Вам Покажу Что Будут Будут У нас Переделанные Карты А Также И Новые Карты Хочу Показать Из Такой Вот Скрин Один Из Скринов Смотрите У нас Одна Из Переделанных Карт Честно Не Помню Как Называется Вылетела С головы Потому Что Вармата Давно Не Гонял Но Тем Не Менее Вот Видите Короче Все В огне Все Горит Вот Такие Вот Моменты Вот Тоже Скриншот Смотрите Как Огонь Там Вообще Там Здесь Все Перерыто Ну Вот В таком Вот Плане Видите Что Нас В принципе Там Ждет Вот Такая Конитет Но Ребят Помимо Этого Что Я Вам Еще И Показываю Будут Новые Новые Карты Которые Похожи Как Да Там Я Не Знаю На Какие Русские Города Смотрите Вот Здесь Конечно Офиген Ски Вот Смотрите Типа Сибирь Туда Еще в этом В домах Там Типа Свет Горит Ну Как бы Да Опять же О том Что я говорил Что Армата На данный Момент На последнем Месте Находится По графике Тогда Даже Картошка Переплюнула По графике Оптимизации То есть War Thunder Картошка И Армата И Что Надо Подтягиваться Аллилуйя Слава Яйцам Пошла Конитель И Начали Улучшать Даже Графику Как Скажется На Оптимизации Опять же Вопрос Ну Посмотрим Вот Такие Вот Смотрите Моменты Вот Очень Хорошо Потому что Я тоже В принципе Горил Чтобы Вдали Как-то Делать Такой Какой-то Фон То То есть Это 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 Делает Карту Шире И Кстати Скажу Что Карты Будут Больше Чем Сейчас Даже Есть То Я Не знаю Сколько Там Полтора На Полтора Километра Может Даже Километр 600 На Километр 600 То Очень Большие Карты Вот И Как Бы Вот Эти Горизонты Они Раз Ну Скажем Так Увеличивают Увеличивают Карту То Что Есть Ну Блин Ну Что Ну Согласитесь Какой То Плюс Все Рано Там Каждый Будет Гореть Там У Каждого Своё Мнение Там Игра Мертвая Не Мертвая Там И Все Прекрасно Понимают Какие Есть Фишки Но Опять Ж Я Когда-то Горил Что Все Рано Есть Что То И Опять Ж Я Не Хвалю А Просто Показываю Вам И Хоть Какой-то Но Ну Согласитесь Хоть Какой-то Там Да Ну Плюсик Душа Порадуется Тех Те Люди Которые Каждый День Играют Или Пример Как Я Когда Я Говорил Что Я Ушел Из Арматы Но Я Говорят Как Ушел Я Не Сказал Я Ушел На Всю Жизнь Там Навсегда Там И Все Остальное Я Ушел Да Вартандер Занимаюсь Проектом Вартандер Потому Что Вдруг Случ Чего Я Сейчас Это Говорю Если Пример Армата Закроется Или Еще Что То Ей Кирдык Будет Потому Что Онлайна Нет Вы Даже Видите Щетчика Онлайна Ни в Ангаре Нет Нигде Что Вартандер Есть Щетчик Что Блин Картошки Есть Щетчик А Здесь Нет Потому Что Его Стыдно Даже Показывать Потому Что Хрен Его Знаю Но Тем Не Менее Любой Проект Если Подойти С умом Его Можно Поднять И Он Будет Обалденный Короче Все Знают Что Армата Все Прикольная Игрушка Но Ей Не Хватает Сука Просто Честно Без Мата Никак Не Хватает Какого Толчка Какого Движения Такого Чтобы Сделать Прям Что То Такое Прикольное Поэтому Вот Всякие Такие Все Рано Нововведения Главное Чтоб Это Не Повлияло Жестко На ППС Потому Что Играть Вообще Потом Невозможно А Если Вам Показать Или Постримить Так Кошмар Ну Опять Ж Будем Надеяться Что Будут Сразу Это Все Делать И Графон И Оптимизон И Все Остальное Хорошо Ну Хорошо Почему Нет Вот И Опять Ж За Ушел До Лучших Времен Что Если Армата Закроется То Я Смогу Хотя Б Вар Тандер Там Как То Как То Стримить Ребятами Все Старное Так Как Я Все Рано И Картошку Прошел 40 К Боев За Два Года И Блин Армату Два Года Тарабанил Сейчас Вот Вар Тандер Там Вот Ну Опять Ж До Лучших Времен Ушел Потому Что В данный Момент В том Ключе Которая Сейчас Она Есть Не Очень Комфортно Играть И стримить И с фпс И со Всеми Вот Этими Фигней Поэтому Вот Еще Такая Вот Карта Поэтому Блин Прикольно И Что Он На ОБТ Что Он Едет И Может Что То Отбивать Рикошет Там Я Не Знаю Вот Что Надо Вот Они Чувствуют Себя Блин Я Не Знаю На Огромной Машине А Ты Как Будто На Велосипедных Войсках Короче Гном 4 Танковая Дивизия Гном 4 Ты Крутишь Педали Пока Не Дали Я Ухожу За Мой Вобла Педали Подваливались Короче Капец Все те Шьют Во все Стороны В заднее Колесо В переднее Короче Капец Велосипедным Войскам Хана Поэтому Вот Да Опять же Да Почему Этот Будем Тестировать Будет На канале Все Выходите Все А пока Ну Что Пока Ждем Пока Я только Показываю То Что Предстоит Но На заборе Тоже Написано И сказано Поэтому Это еще Надо Все Сделать Не Забываем Опять же Дождь Всякие Спецэффекты И все Остальное Также Ребята Не забываем О том Что Я хочу Вам Сказать Будут Введения Типа Каз Слегка Некоторые Казы Изменен Особенно Т-90 Т-90 Аппарат Штора Все Помнят То есть Будут Короче Казы Которые На подлете Там Ракеты Втуры Будет Как-то Убирать То есть Или Они На подлете Будут Взрываться Там Но Такая Разная Фигня Всякая Будет Понимаете Да То есть Вот Здесь Вообще Так Прикольно Куча Тачек Так Расставлен В этот Ну Прикольно Ну Понятно Этот Ну Опять Ну Опять же Это Некоторая Часть Там Переделанная Там Тут Вообще Похоже На Этот Непонятно Какой-то Апокалипсис Там Но Тем Не Менее Всякие Вот эти Там Исказами Подлетами В турок Бронирование Улучшение Графики Там Эффектов Огня Также Мужики Помните Я говорил О звуковом Движке Что Ну Не может Танк Так Стрелять Поедьте На полигоне И тут Етить Колыхать Короче Будут Переделывать Звуковой Движок Не знаю Как Изначально Будут Переделывать Чтобы Гусеницы Как-то Там С Поверхностью Земли Как-то По-другому Типа Цик-цик-цик-цик Там Может Цокотели Я хрен его Знаю Короче Другой Звук Короче Будет А потом Уже В дальнейшем Будут Звуки Выстрелов Другие И будут Постепенно Это Вводить Водить 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 Ну Блин Опять же Ну Прикольно Да В принципе Все Что я Говорил Все Что я Просил Это Доходит Но Опять же Это Хорошо Это Хорошо Новые Звуки Новое То 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 Очень Классно Что Еще Такого Чтоб Не Забыть Пока У меня Еще В голове Тут Какая Информация Есть Также Будут Вводить Если Не Ошибаясь Израильскую Технику Ветку Ну И конечно Украинские Танки Украинские Танки Будут Но Они Будут Чуть Позже Потому Что Будут Не знаю Когда Но Сказали Чуть Позже Что Будут Линия Украинских Танков Будет Тем Более В танкостроении Сейчас Там Насколько Я знаю Там Разные Танки Водят Там Разные Там И Булаты Вроде Бы И Оплот Будет И Также Еще Модель Модернизированный Танк Какой-то Новый В 2018 Году Который Лучше Оплота Будет Не помню Как он Называется Я где-то Посмотрел Про танковую Тему Короче Украинские Танки Будут И Такая Тема Интересно Какая Разница Пускай Вводят Все Что Угодно Лишь Разнообразие Геймплей Побольше Танков И Все Остальное Ну Поэтому Тоже Очень Хорошо Что Еще Для Альянса Вроде бы Рассказал Интересного Чтобы Там Не Забыть Мне Ну Вроде бы По звуковому Движку Вроде Так Вроде бы Все Рассказал Насколько Я Помню Я Честно Я снимаю Без всякого Монтажа Ребят Без всякой Мета Чисто Вот Что Никаких Листочков Ничего Такого Я Там Ни раз Хотя Многие Снимают Конечно Монтируют Видео Красиво Листочка Читают Или Текст Напишут Я В гробу Видал Эти тексты Я говорю О конкретных Проблемах И о том Что Будут Вот это Все Вводить И это Просто Зашибись Единственное Что не сказано Было Насчет Матчмейкера Непонятно Как Она Будет Но Опять же Матчмейкер Я думаю Начнет Работать Тогда Когда Добавится Онлайн И Людям Вот это Все Понравится И Все Остальное Ну Как бы Вот так Вот Много Конечно Задавали Вопросов Да Вспомнил Насчет Артиллерии Артиллерию Как бы Вводить Не будут Ребят Но Минометную Тему Будут Модернизировать Так Как Минометная Тема Изначально На тесте Помните Я тестировал Не зашла Сильно Честно Она Так Хреново Стреляла Вообще Жесть Уши уже Артиллерия Честно Но Опять же Планируют Что-то Ввести В виде Артиллерии Ну То есть Минометная Обновленная Минометная Какая-то Тема Которая Как-то Будет Получше Типа Работать Как Оно Это Будет Как Реализовано Будет Хрен Его Знает Ну Что я могу Сказать Нам Спорить Пока Нечего Можно Говорить Армата Мертвая Это Можно Сказать На данный Момент Но Что Будет Там Через Полгода Хрен Его Знает Может Быть Что-то И Будет Улучшенное Но Опять Вопросы Также Были Связаны С 0.18 Задавали Вернется Ли 0.18 То есть Все вопросы Прям Конкретно Короче Были Заданы Которые Волнуют Игроков Понимаете Да И все Вот Вот Это Ответили Конкретно Да 0.18 Не вернется Но Что-то С 0.18 Вернут Представляете Особенно Все Что Связано С Наверное Типа Такие Как Танк Вобла Там ББМ Автопушки Чтобы Четко Стреляли То есть Помните Как они Четко Стреляли Всякие БМД4 Там Да Пофигу Все Просто Шили Вообще Зашибись Сейчас Вот Эти Автопушки Они Все равно Хреново Реализованы И Блин Я даже Не знаю Прикольно Будет На ББМ Короче Гонять И Также По бронированию Начнут С челленджеров Испытаем Челленджеры Как по броне Сможем Или Танковать Продавливать Направление Уберется Стоялова Обстрел Минометов Добавить Всякие Спецэффекты Дожди Там Вот это Туманы Блин Не знаю Останется Там Как бы Там Физика Матчмейкер Ну Матчмейкер Опять же Когда Матчмейкер Ни хрена Не понимает Потому что Везде Одни раки Толком Толком Мало Топовых Игроков И Матчмейкер Новеньких Много Он не понимает Короче Он берет Кого попало Потому что Не с кого выбирать Если было Там Знаете Я выбираю Там Водителя Профессионала Мне нужен Водитель Профессионал К примеру И стоит Там Тысяча Человек Я говорю А ты 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 А у тебя Короче 20 лет Стажа Хорошо Я тебя Выбираю А когда Стоит 10 Инвалидов 10 Инвалидов Понимаете Короче А он Думает Блин Кого взять Берет Кого попало Вот в чем Беда Некого 10 человек А когда Огромное количество Матчмейкеров Более-менее Как-то там Будет работать Ну я Скорее всего Думаю Вот так Ну Что я скажу Я пока Рассказал Просто то Что есть Информация Ничего Не хвалю Никого Но по крайней мере То что я Говорил То что просил И то что Там информация Дошла до Москвы Это очень хорошо Ребят Если Была Вот эта тема Полезна И Все наши Старания Там И С группой Бразерхуд Ссылочка внизу В описании Вступайте в группу Бразерхуд Подписывайтесь на канал Если вам было интересно Ну как бы вот так Обязательно конечно Высказывайте свое мнение Что тут сказать Ну На данный момент Арматовы И сами знаете Какая сейчас Ну а какая будет Будем уже потом решать Поэтому В принципе Тут можно только сказать В принципе Если вот это все сделается Будет это нормально Или ненормально Также пишите Что бы вы хотели Еще в принципе Ввести Потому что все равно В Москве будут это смотреть И чтобы вы понимали И они читали Что вы еще Помимо этого хотите Так как на форумах Вас могут забанить А тут А тут вас никто не забанит Тут канал мой И все ваши комменты Будут видны Поэтому спасибо вам огромное За комменты Которые будут С вас Лукас Просто поставьте Лукас Чтобы видео Продвигалось Репостите его И побольше Комментариям Ну что ребят На этом все С вами был Игратор Прайм Всем пока До скорых встреч Едите колыхать Да пребудет с вами сила Все Сайоннара Продолжение следует